Совсем недавно телеканал Atomician Business расширил свое присутствие на территории Кыргызстана путем подключения к кабельным цифровому и спутникам операторов. Теперь наш телеканал доступен для большего количества кыргызстанцев, о которых мы будем говорить в нашей программе тоже. Как сделать национальный предмет без ярко выраженной идентичности, чтобы в нем чувствовалась национальная энергетика, национальная принадлежность, но при этом, чтобы он не был стереотипным? Например, производство ковра из бойлока, которым всегда так славилась Средняя Азия. Нужно найти мастериц, возобновить производство, вдохновить их на новое творчество, отладить все бизнес-процессы и при этом еще искать новые рынки. О традициях мастерства и о мифологии бойлочного ковра мы будем говорить сегодня с руководителем проекта «Танда-Шардак» Викторией Петровой. На связи Бишкек, Кыргызстан. Виктория Петрова. Экономист-аналитик. Сфера интересов, социальные инновации, бигдата, путешествия и спорт. Основатель социального проекта по производству ковров из бойлока «Танда» в Кыргызстане. Здравствуйте, Виктория. Вот ваш проект в самом буквальном смысле слова начался со слова «однажды». Давайте всем расскажем, нашим телезрителям, о том, как возникла идея бизнес-проекта по производству «Шардака». Здравствуйте, Шалпан. Добрый день всем зрителям и большое спасибо за приглашение. На самом деле я бы хотела сразу уточнить, что «Танда» — это не бизнес, а социальный проект, где я выполняю роль основателя и руководителя на волонтерской основе. Но в целом, вы правы, проект зарождался на основе бизнес-идеи. И случилось это однажды, когда мы с моей подругой оказались в Нарынской области Кыргызстана, где встретили как раз-таки мастериц, занимающихся изготовлением «Шардаков». Наверное, здесь важный факт, что именно по-человечески они произвели на меня огромное впечатление своим трудолюбием, талантом, умением сразу совмещать несколько дел и воспитание детей, домашние заботы, но при этом какой-то жизнерадостностью. И для меня они стали символом созидания и чего-то такого хорошего, доброго и прекрасного. Но больше всего на меня произвели впечатление мастерицы из Адбаши, наверное, потому что, во-первых, их продукты отличались особенным качеством, а во-вторых, мы сразу нашли с ними общий язык. И тут и в прямом, и в переносном смысле. Вообще, за время этой поездки я поняла, насколько важно знать кыргызский язык, если ты хочешь работать с населением. Конечно, в теории это понимают все, но когда ты сталкиваешься в жизни с этим, то ты действительно понимаешь ценность этого знания. И здесь меня спасали мои какие-то школьные знания и тот факт, что я из многонациональной семьи, где есть родственники, которые говорят исключительно на кыргызском, поэтому какая-то хотя бы практика у меня есть. Но второй момент это то, что они не побоялись поделиться какими-то своими хлопотами, заботами, какими-то проблемами, с которыми они сталкиваются, что они не знают, не умеют продвигать свои товары ни на местном, ни на зарубежном, тем более рынке. И в тот момент и мои подруги, и мне нам стало очень обидно, что такие уникальные навыки просто не реализованы в полной мере. Все это происходило поздней осенью, и поэтому перед зимним сезоном мы тоже решили их поддержать и выкупили те шардаки, которые у них были в наличии, порядка 20 штук. С такой идеей мы вернулись в Бишкек и дальше начали думать, что же с ними делать. Почему-то на тот момент мы были полностью уверены, что рынок шардаков где-то точно не в Средней Азии, что здесь это все очень доступно, но по факту оказалось не так. Мы в первую очередь, не зная опять же почему, но решили поехать в Европу, выбрали несколько стран и начали связываться с магазинами, которые для нас представляли потенциальный интерес в виде клиентов. На самом деле поездка так и оказалась не супер удачной, но для меня лично это был огромный жизненный опыт, потому что до этого я никогда не пыталась заниматься бизнесом, у меня всегда была стабильная работа, я всегда знала, что в определенный день ко мне на карту поступит зарплата и я правда не осознавала ту моральную нагрузку и вообще чувство даже тревоги, которые у тебя есть, когда твой доход полностью зависит от спроса на твой товар и от стольких факторов, которые ты просто не можешь контролировать, тем более в нашей стране. Так вот, мы вернулись и дома меня ждали эти 20 шердаков и я как бы должна была с ними что-то делать. И я решила просто начать популяризировать шердаки, насколько это в моих силах и пытаться вернуть вложенные средства. Я помню эти посты на фейсбуке, которые я сделала и внезапно я получила огромный отклик, около там трех тысяч репостов, комментарии и так далее. И знаете, в тот момент я поняла, что спрос он на самом деле здесь, что особо ехать-то никуда и не надо, что люди именно в Средней Азии, в Кыргызстане, в Казахстане, да, они очень заинтересованы в качественных национальных товарах. И тогда я решила воспользоваться этой возможностью, организовала соцсети, посты и потихоньку начала распродавать те шердаки и, как ни странно, получать новые заказы. Таким образом проект получил свое развитие. Виталия, а как вы подбирали мастериц? Все ли они на тот момент были обучены? Охотно ли пошли на сотрудничество? Да, Шулпан, здесь вы затронули очень важный вопрос, потому что в таком деле, где заняты люди и основной актив это человеческий актив, очень важно найти людей, на которых можно положиться. И здесь мне очень крупно повезло, что я встретила именно тех женщин в Адбаши, которые были уже организованы, они были мотивированы работать и у них хватало навыков, поэтому мне не пришлось как-то в это особо вкладываться. Единственное, что с расширением спроса мы привлекаем новых мастериц, которые в целом тоже очень охотно идут на сотрудничество. Вот на пути развития что вам самой было в диковинку? Вот что-то такое, о чем вы, даже жительница Кыргызстана, не знали? На самом деле было очень много разных моментов, где я искренне удивлялась, потому что никогда не думала о таких моментах в технологии шердака. Например, если вы хотите заказать шердак из двух цветов, черный и белый, то на выходе будет два полноценных шердака, только на одном будет узор черного цвета на белом фоне, а на втором наоборот. Также я не знала, что очень сложно как-то ускорить процесс изготовления шердака, потому что у каждой мастерицы есть свой почерк прошивки, я так назову образно. Это значит, что мы не можем подключить более двух, максимум трех мастерителей изготовления одного шердака. Это то же самое, как текст будет написан множеством людей, и в итоге он будет выглядеть не очень презентабельно. Поэтому мы всегда отвечаем за свое качество, мы не экономим на ресурсах, на времени, и пытаемся подойти ко всему с какой-то творческой перспективы. Вот сегодня ваша продукция, она заметно отличается от похожей из войлока. Прежде всего она отличается дизайном. Вот как дизайн продумывается, и потом как качество контролируется. Спасибо большое, Шулпана, за такой комплимент, за то, что вы отметили уникальность наших дизайнов. На самом деле для меня это такая творческая ниша, от которой я получаю много положительных эмоций, но в то же время, конечно, это требует времени и усилий для согласования. В целом есть алгоритм. Например, первое, что я рекомендую клиентам, это определиться с местоположением и примерно понять, где будет жить шердак и что его будет окружать. После этого я высылаю каталоги с готовыми работами, чтобы клиент примерно определился с цветами, дизайном и формой, которая ему нужна. И вот после этого уже начинается основной этап работы, то есть мы обговариваем цвета. Если человек находится в бишкеке, то я с удовольствием привожу к нему образцы войлока. А если же где-то за рубежом, то я обычно снимаю видео, чтобы примерно понять, как будет выглядеть шердак. Но здесь у меня много идей. Было бы здорово, наверное, иметь какое-то мобильное приложение, где человек может совместить эти узоры, сделать заливку основными цветами и визуализировать конечный продукт. Пока это не реализовано, но в моих планах есть такие идеи. Виктория, а как вам само удается контролировать все звенья бизнес-процесса? Сложно это? Я организую потом логистику, а также мы вместе с мастерицами решаем, какие у нас будут затраты в этом месяце на рекламу, нужно ли нам, к примеру, нанять фотографа, чтобы отснять какие-то работы, или, может быть, купить краски, какие-то нитки и так далее, чтобы поэкспериментировать. Ну, то есть, в целом мы как-то гармонизировали, я думаю, весь процесс, и каждый занимается тем, что у него хорошо получается. Я думаю, это очень важно. Кто основной покупатель шердаков? Как я уже сказала, изначально я была уверена, что покупатели шердаков, они где-то не в Бишкеке, не в Алматы, не в Нур-Султане, не в СНГ, а очень где-то далеко. По факту оказалось 50 на 50, то есть, есть люди здесь, которые давно хотели приобрести, для которых шердак – это память о своих бабушках, которые занимались изготовлением, когда те были совсем маленькими. Кто-то часто оформляет комнаты в национальном стиле в своих квартирах и тоже хочет приобрести. Также в Бишкеке и в Алматы приобретают иностранцы, которые давно здесь живут. Другая часть покупателей – это люди из-за рубежа, которые либо выходцы из наших стран, либо они когда-то были здесь, то есть, видели эту красоту воочию, и теперь решили приобрести как память о какой-то поездке или, возможно, времени, которое они провели здесь, работая. Но всех их объединяет то, что для них это большая память, это действительно наследие, которое они хотят хранить и передавать своим детям, возможно, внукам, что не может, конечно, нас не радовать. Из чего выстраивается стоимость шердака? Вот какое звено в стоимости, оно самое тяжеловесное? По поводу себестоимости продукта я могу сказать, что основная часть расходов – это оплата труда женщин, чему я лично невероятно рада. То есть, из 100% прибыли, которую они получают, мы где-то 60% уходят непосредственно мастерицам, обычно 30% – это сырье, и 10% мы закладываем на устойчивость проекта. Это оплата какой-то рекламы в соцсетях, это, опять же, закуп красок и какие-то наши эксперименты, так назовем. Виктория, а как вы пережили карантин и потом удалось вам восстановить производство? Я не могу сказать, что в целом мы потеряли много заказов или спрос как-то резко упал. То есть, если сравнивать с началом года, наши объемы прям значительно выросли. При этом, конечно, был какой-то резкий такой, резкое падение в июле, но тогда, я думаю, все владельцы бизнесов, они это почувствовали, независимо от специфики и продукта, который они производят. Начиная с августа все начало восстанавливаться, и сейчас месячный объем у нас, наверное, в два раза больше, чем он был год назад, чему мы, конечно, очень-очень рады и надеемся, что так и будет продолжаться. И тут свою огромную роль играют соцсети, где мы не перестаем публиковать какие-то новости, размещать новые фотографии, вне зависимости от внешних обстоятельств. Виктория, а в вашем доме есть шердак? Это очень хороший вопрос, потому что, как я говорила, какой-то момент в моей жизни моя квартира была вся в шердаках, в шердаках, подушках, и периодически так бывает. То есть, когда привозят новые экземпляры или для доставки, или просто на продажу, то она снова заполняется ими. Один шердак у меня лежит постоянно, и он очень радует мой глаз, и всех, кто приходит в квартиру, в гости, то есть, все сразу спрашивают, откуда, как. Ну, думаю, это очень классное украшение дома. И, кстати, очень часто многие спрашивают, а как за ним ухаживать? Ну, это же тяжело, это войлок. Да, это, наверное, немного тяжелее, чем за простым ковром, но в целом ничего суперсложного нет. Нужно просто пылесосить правильной щеткой, раз в год выносить и выбивать на свежем воздухе, чтобы войлок наполнился воздухом и как-то распушился. Думаю, что со временем я и для себя закажу тоже еще несколько шердаков. Что вас вдохновляет как руководителя проекта? Я думаю, что главная мотивация для меня — это люди, это те мастерицы, с которыми я сотрудничаю, которые уже стали для меня очень родными. Я их очень люблю, я восхищаюсь тем, что они делают. И я всегда как бы росла с мыслью, что деньги в жизни — это не самое главное. И для меня это так и есть. Но в то же время я понимаю, что они очень важны. И когда ты видишь, что жизнь реальных людей, конкретных, зависит от твоих трудов, когда их жизнь улучшается, когда они могут позволить себе какие-то блага, которые им до этого не были доступны, когда у них расширяется какая-то зона комфорта, я бы сказала, то это просто не может не мотивировать. Мне нравится то, что я вижу наши шердаки за рубежом, что они живут по всему миру, и то, что о кыргызской культуре узнают через шердаки, мне кажется, это очень здорово. Недавно вышел фильм «Опрос Анта-Клауса», где у него в домике тоже лежит шердак. И это было очень мило узнать, что это так, что он тоже знает о шердаках. Думаю, это, наверное, самое важное. Поэтому это моя основная мотивация. Мне нравится, когда у людей есть выбор, когда они становятся свободнее, особенно, когда это касается женщин. Поэтому, несмотря на то, что какие-то наши результаты, они для сих пор звучат для меня очень фантастично, порой я не могу поверить, что все работает, как и было задумано. Но, тем не менее, для меня это огромная мотивация продолжать работу, думать о расширении, думать о каких-то инновациях. Ну и в целом поддерживать связь. То есть это серьезная ответственность, я думаю, как для владельца любого бизнеса, который ценит своих работников и свой основной актив. Виктория, спасибо вам большое за интервью. Мы желаем успехов и вам, и вашим мастерам. Спасибо. Шулпан, большое вам спасибо за приглашение и за ваш интерес к моему проекту. Ковроткачество очень долго было в плену восточных традиций, которые накладывали строгие ограничения на рисунок. Так, например, в каждой стране, где ткали ковры, складывался свой, ну что ли, такой национальный паттерн. Времена меняются, а с ним и дизайн, традиции остаются. Благодаря таким предпринимателям, как наша сегодняшняя героиня из Кыргызстана, Виктория Петрова. С вами была программа «Современник». Успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова